У лекции не случайно два соавтора и вчера Матрий Владимирович не зря сказал, что космология такая тема, про которую на самом деле говорить очень трудно, потому что многие вещи, они правда очень сложные-непонятные, причем на многие вопросы действительно нет адекватного ответа, я бы сказал. То есть люди умеют это измерять, описывать, считать, но вербализовать довольно трудно, примерно как с интерпретацией квантовой механики. Очень точны квантово-механические расчеты сейчас, но есть проблемы с интерпретацией. Похоже, немножко штук существует в космологии, и действительно рассказывая, нужно знать гораздо больше, чем ты говоришь, в этом большая проблема, я ее решаю путем такого сочетания. Алексей, я не космолог, это очень важно, я ничего не понимаю. Алексей Топоренский, очень сильный космолог, и я вам в качестве такой совсем преамбулы перед преамбулой расскажу историю вот этой лекции. Леша какое-то время назад подошел ко мне и начал что-то такое говорить, очень, наверное, интересно, я ничего не понимал, о чем он говорит. Вот, я его послушал, вежливо покивал, пошел что-то почитал, и это длилось примерно полгода, я не мог понять, что он мне пытается объяснить. После этого я понял одну важную штуку для себя. Мы все знаем, что Вселенная расширяется, да, и вроде бы на пальцах, если на нас нападут дети и попросят объяснить, как расширяется Вселенная, мы вроде бы все можем это сделать. На самом деле, если очень нетривиальный вопрос, после этого дети вас могут сказать, ну это хорошо все вы рассказываете, а что на самом деле видно, как это можно видеть? Это вопрос очень нетривиальный, и все длинное, в середине техническое и сложное, что я вам буду рассказывать, нужно для одной единственной цели. В конце мы хотим представить себе какую-то адекватную картину, как бы мы могли видеть расширение Вселенной. Повторюсь, это очень нетривиально. И я по ходу буду несколько раз задавать всякие, а последний нетривиальный, ну мне казалось, что он банальный, просто я очень глупый. Вопрос возник вчера, я не боясь позвонил сразу Лёше Штапаренскому, поскольку футбол в это время был неинтересный по телевизору, и значит я его не сильно отвлекал. И он сказал, что он не знает нас, то есть он думает, что он знает ответ, но он в нем абсолютно не уверен. И я вам расскажу этот момент. Так что, первое, я буду рассказывать вещи, которые в середине будут такие сложные и иногда технические, то есть будет ощущение, я уверен, что непонятно, зачем вы рассказываете детали. Но есть в конце такая светлая цель, попытаться более или менее осознанно представить себе, как выглядит расширение Вселенной. И на мой взгляд, на русском языке это вообще непроговоренная тема. Но есть ощущение, что она и на английском непроговоренная, но тем не менее. Вначале я очень быстро повторю примерно, я не знаю, 30% того, что Наталья Владимирович рассказывал вчера, поскольку это важная вещь, и очень хорошо, что они два раза вот так подряд лягут. Я не знаю, как остальным, а мне это всегда помогало. Итак, вот очень глубокое поле Хаба. Наблюдение 2003-2004 годов, вот еще глубже то же самое. То есть здесь больше лет наблюдений собрано, здесь на этом снимке фактически нет звезд, все это далекие галактики, мы вот это на самом деле видим. Наша задача будет понять, как вот эта штука может даже и представить, что вы из этого сделали мультфильм. Представьте, что вы можете или с очень большой точностью ее наблюдать сейчас, или вы можете наблюдать это в течение миллионов лет и увидеть, как картинка оживет. Как она оживет. Здесь будет два эффекта. Первый, на самом деле, может быть более значимый. Наталья Владимирович вчера показывал, что галактики в основном такие неровные, красивые, вот эти далекие галактики, а такие корявые, они в процессе формирования. Будут сами галактики шевелиться, потому что они образуются. Но вторая, то, что нас будет интересовать, составляющая, это действительно космологическая составляющая. Наблюдая вот примерно такую картину, мы можем увидеть, как Вселенная расширяется. То есть это можно, например, воспроизвести на куполе планетарии. Вот есть полное ощущение, что никто в мире никогда не воспроизвел на куполе планетарии адекватную картину того, как бы мы наблюдали эволюцию Вселенной. Это некий удивительный факт, но вот мы пытаемся с ним бороться. Вот они эти, вчера вам тоже, наверное, да, не наверное, а точно показаны формирующиеся галактики. Видите, какие они интересные и пудрявые. Сейчас это все можно рассчитывать. Буквально в июне появилась серия публикаций, связанных с новым, очень мощным, хорошим численным моделированием, где, в частности, люди добираются до масштаба формирования галактик, и прямо они вот ставят такие картинки, ставят галактики из своих симуляций, показывают, насколько они похожи. То есть люди научились считать не только большую космологическую динамику, но и в единой картине, это очень важно, добираться до таких деталей, как формирование отдельных галактик. Мы знаем, что эволюционирует скопление галактик. Вот скопление, тоже вчера картинка была, едва ли не то же самое, линзированные изображения галактик. Существенно, что скопление галактик, как вчера и говорилось, это самые большие и последние, в неком смысле, вызревшие единые структуры. Более крупных структур уже не образуются из-за существования ускоренного расширения Вселенной. То есть, если хотите, из-за темной энергии, они уже никогда не сформируются. Если бы у Вселенной этой составляющей не было, то в каком-то далеком будущем вырастали бы более крупные структуры. Но в нашей реальности Вселенной этого не произойдет. Вот это самые крупные структуры. И мы видим, что на больших расстояниях таких структур еще нет. То есть, что мы видим на больших расстояниях? Вот на Z5 с лишним мы видим такую картинку. Вот этот квадратик, это отзумленный вот этот квадратик. Здесь есть несколько красных галактик, которые формируют очень плотную группу. Другие галактики, они ни при чем, они просто наложились на фон, они гораздо ближе. Но вот эти галактики формируют плотную группу. Они на этой картинке еще не стопление. Но сейчас, в сию секунду, где-то, где мы их не видим, кстати, не увидим уже никогда, они сформировали это самое стопление. То есть, это прото-стопление галактик. И это хорошо установленный факт. Если у меня картинка нет. Сейчас вот 5,3 уже не рекорд, есть более далекое прото-стопление. И мы умеем все это рассчитывать. Мы умеем это показывать. Мы это умеем. Да, умеем показывать. Вначале на больших красных смещениях, здесь вот еще галактик точно нет, звезд, скорее всего, нет, или они только-только начинают образовываться. Плотность распределена неравномерно. И дальше работает только гравитация. Важное замечание, которое здесь сбивают всех. Вселенная расширяется. Вся вот эта штука растет на фоне расширяющейся Вселенной. То есть, формально, если мы меряем в метрах прямо, нужно было бы делать куб растягивающийся, который мы это рисуем. Но космологи, я к этому буду много раз возвращаться, детально разбирать, используют разные системы отсчета, системы подсчета расстояния. В данном случае удобно использовать такой вот стационарный куб, такие координаты, где мы взяли структуру, и вот она живет. В принципе, все это расширяется. Все физические расстояния становятся больше. Здесь будет казаться, что все галактики съеживаются, текут исключительно куда-то там, в центральную часть, они притягиваются. Не будет видно, что какие-то галактики вылетают за границей куба. Просто потому что сам куб растягивается. Это тоже очень трудно все вместе визуализовать. Тем более, что масштабы меняются очень сильно. Мы начали с Z почти 30 до 29. Значит, к настоящему моменту все масштабы изменились бы в 30 раз. 30 раз это много. 30 раз это значит, что должно было бы начать с вот такого кубика. Вам бы ничего не было верить. Ну вот мы видим, как эта структура растет. И повторюсь, хотя мы этого не видим на небе в динамике, мы видим фотографии, снапшоты отдельных структур и скоплений на разных красных смещениях от нуля до шестерки примерно. И мы можем этот процесс качественно отследить. Плюс, поскольку мы их видим много, у нас есть статистика. То есть мы действительно видим, что на больших красных смещениях скоплений меньше, здесь их больше. Более того, это вопрос не просто там качественный, больше-меньше. Вопрос количественный. Мы можем сказать, только наблюдая скопление галактик, что Вселенная сейчас расширяется с ускорением, потому что если этого бы не было, то не возникала бы та структура скопления галактик, которую мы наблюдаем. Какие еще есть свидетельства? Я повторюсь, я повторяю вчерашнюю лекцию. В пользу того, что Вселенная эволюционирует, расширяется. В химической эволюции Вселенной мы видим очень малометалличный газ на больших красных смещениях, которого вокруг нас нет. Ну, рекорд, это конец 2012 года, работа, у меня иногда ссылки на архив стоят. Облако газа на Z7, и там очень низкий химический состав. Вот Z7, а здесь показано отношение кремния к водородой. Она очень низкая, причем она просто не померена, это верхние пределы. Вы знаете, что они померливают такую маленькую? Кремния меньше чем. Дальше не хватает точности наблюдений, это как следует определить. Вчера тоже говорилось о том, что мы можем оценивать температуру реликтового излучения на больших красных смещениях. Можем это делать как минимум двумя независимыми методами по возбуждению линий, по эффекту Сюняева-Зельдовича. Соответственно, Наталья Владимирович вчера больше говорил про линии, поэтому я скажу больше про Сюняева-Зельдовича. Это мы, это скопление галактик. Скопление галактик заполнено горячим газом. Это действительно горячий газ, там температура 100 миллионов градусов. Соответственно, там есть горячие электроны. Фотон реликтового излучения влетает в водоскопление, взаимодействует с горячим электроном. Фотон холодный, электрон горячий. Фотон нагревается, то есть у него увеличивается энергия в результате керосиния, и он летит сюда. Что мы видим? Мы видим в направлении на скопление недостаток холодных фотонов и избыток горячих. Это и называется эффектом Сюняева-Зельдовича. И это хорошо изученная вещь сейчас. И вот она такая красота. Вчера картинка была в линейных координатах, у меня был грифмический, поэтому не прямая, а кривая. Точки это данные измерения. Вот красное смещение от нуля, соответственно, где мы сидим, до нескольких. Точки результата измерений, а кривулечка это теоретическая кривулечка, которая бы ожидала стандартной космологии. То есть мы правда видим, что температура реликтового излучения на красное смещение, соответственно, четверка, выше. И составляет, соответственно, примерно 12 градусов. То есть все это наблюдательные факты. Вообще очень важно понимать, что космология, она такая вот хорошая, устойчивая, несмотря на какие-то там проблемы внутри. Потому что есть огромное количество наблюдательных фактов. То есть есть гораздо больше, чем один факт на любое серьезное утверждение в космологии. Про парадокс Ольберса говорили, я даже не буду повторяться. Самое главное, конечно, мы видим закон Хаббла. Вот оригинальная картинка из работы Хаббла. Тоже забавно, в интернете доступно почти все. Это действительно картинка из работы Хаббла. Любой может залезть, скачать полностью отсканированную статью Хаббла. Замечательная такая вот картинка, очень красивая. Расстояние в парсеках, скорость в километре в секунду. И Хаббловские данные. Чем дальше галактика, тем быстрее она от нас удаляется. Красивая прямая зависимость, там с удивительными проблемами, которые, тем не менее, Хабблум не помешают. Тоже вот это показывалось. Я так пару раз щелкну туда-сюда. Действительно, если мы сместим начало системы координат в соседнюю галактику, то картина разлета не изменится. Как же нам это все объяснить? Очень любят картинку надувающегося шарика. Здесь, и это такая заметная часть моей лекции, важно понимать, это аналогия. Любая аналогия хороша тем, что она помогает просто проиллюстрировать какое-то важное, сложное понятие. У любой аналогии есть проблема. Ее область применения конечна. Знаете, как вот там в старом анекдоте. Видел самолет, похож на большую железную птицу. Знаешь, не знаю. Апельсин знаешь, знаю. Совсем не похоже. Аналогия не до конца применима. И с надувающимся шариком есть много проблем, которые мы с вами будем обсуждать. Вопрос про центр расширения. Есть ли он, нет ли его, ну строго говоря, опять же, если очень строго подходить, с такой математической, я бы сказал, строгостью. Мы не знаем. Есть три варианта ответа. Первый, наиболее стандартный и, скорее всего, правильный, центра расширения нет. Второе, центр расширения находится в другом измерении. То есть можно создать такую топологию, точно так же, как с надувающимся шариком. То есть радостно тебе говорят, ну у шарика же есть центр, после этого говорят, вот, а муравьи, ползающие по шарику, этот центр никогда не видят, на их шарике центра нет. Это может быть ответ. Наконец, в принципе, возможен ответ, что мы удивительным образом сидим в центре расширения, это, ну я не знаю данных, которые вы сильно туда не укладывали, с такой модель, но фантастически трудно объяснить, почему мы сидим прямо в центре, причем с фантастической точностью, с точностью примерно 1 статтысячная. Это очень тяжело объяснить, это страшно нарушал бы любой киперниканский принцип. Мы видим, что там все то же самое в других галактиках, наше положение ничем не выделено. Поэтому это плохая, безусловно, возможность, так что, по всей видимости, центра нет. В связи с этим, не менее, важно понимать, что у нас всегда есть доступная нам область наблюдений. Но если все вокруг то же самое, да прилетев в другую галактику, мы бы видели все примерно то же самое. То есть, вот мы, вот какой-то другой наблюдатель далекой галактики, мы не видим этого наблюдателя, он не видит нас, но мы, например, оба увидим вот эту галактику. Соответственно, можно взять еще наблюдателя. У нас будут какие-то возможности, ну, на данной картинке не будет пересекающихся области, где есть галактик, который видят все, а есть, наоборот, галактик, который не видит никто. Но важно понимать, что для наблюдения всегда доступна конечная область И это здорово все ограничивает Вот опять же, в модели с шариком Там принципиально видна вообще ограниченность Вселенной Возможно, это не так Поэтому аналогия с шариком плоха Потому что, возможно, нет никакого снаружи, из которого можно посмотреть на этот шарик Очень интересно, что же видно изнутри Конечная Вселенная Мы не знаем То есть, точно так же, что мы вчера показывали эту дорогу в тумане Мне еще нравится образ, но я не стал скачивать картинку какой-нибудь вот такой опушки в лесу в тумане То есть, вы видите, деревья, они кругом одинаковые, они исчезают Вы знаете, что если вы перебежите дальше, как ежик в тумане, вокруг будет все то же самое И вот так дальше, дальше Поэтому, соответственно, вы перебегаете в другое место Там тоже видна какая-то конечная область, вокруг туман И вообще говоря, может быть очень большая В том числе и бесконечная Вселенная Здесь много таких наблюдателей, для которых вокруг все в тумане И никакой границы они не видят Таким образом, мы не можем сказать реально, насколько Вселенная больше, чем наблюдаемая сейчас область Люди пытаются То есть, это вопрос, который изучается Его можно пытаться в рамках каких-то моделей изучать количественно Сравнивать с наблюдениями Но результат, я бы сказал, очень неудовлетворительный То есть, кто-то говорит, что как минимум она больше То есть, на 10-20% Кто-то говорит, что она должна быть больше в разы Это уже такие модельно-зависимые ответы Но существенно, что у нас нет никаких наблюдательных ограничений На размеры Вселенной Кроме как ограничений снизу Она больше, чем наблюдаемая область Вот теперь я попробую вам одну вещь показать на другой иллюстрации Не на шаре Все-таки Всегда людей сбивает вот такая штука И мы Сами к этому подхалу Рисуя эволюцию Вселенной Мы рисуем это вот там Здесь вот мы Здесь галактики всякие Здесь они формируются Галактики еще какие-то Здесь первые звезды Здесь реликтовые излучения Все говорят, ну отличный Вот точка То есть, есть у всех всегда ощущение Что есть вначале какой-то конечный объем Который начал расширяться Вовсе не обязательно Вы можете себе представлять Вселенную совсем по-другому Иллюстрация, которую я сейчас покажу Она, в принципе, основана на официальной Такой предложенной модели Хорошей Скорее всего, эта модель не работает Это не важно Как иллюстрация Она все равно выживает Все вы знаете, что Ну что такое Как это? Словосочетание Туриструн знают все Что это такое не знает в этой аудитории Я верю, никто Ну, по крайней мере, я не знаю точно И, наверное, я смогу убедить любого Что он не знает кто В этих моделях существует большое пространство Большого числа измерений В котором летают так называемые браны Трехмерные многообразия На одном из которых мы живем Нарисовать такую красивую картинку мы не можем Здравому мнению Поэтому рисуют трехмерный большой объем И плоские браны внутри Вот брана, на которой мы будем жить Она может быть бесконечной Это ничему не противоречит Бесконечная, но в данном случае плоскость И модель выглядит так Летает вторая брана В силу причин Она точно параллельно нашей И они двигаются туда-сюда Две брани сталкиваются И в этот момент на нашей брани происходит большой взрыв Если хотите Начинается расширение То есть у вас была бесконечная Вот это легко себе представить в голове Была бесконечная плоскость Она столкнулась с другой бесконечной плоскостью И наша бесконечная плоскость сразу везде начала растягиваться Мы можем представить, что плоскость растягивается везде Это тоже понятно Я, по крайней мере, могу представить У вас сразу родился бесконечный, везде одинаковый, горячий мир Который начал везде одинаково расширяться Повторюсь, это единственная иллюстрация Вот этого простого процесса Которого я знаю и смог придумать Двигаемся дальше Вот с этого примерно момента Начнется тягомотная техническая часть Итак, в чем у нас проблема в космологии? У нас во всем проблема в космологии В том числе с определением расстояния Смотрите, ну вот здесь устроен так По вертикальной оси бринк, по горизонтальной оси расстояния Вот где-то там начало времен Не важно, что хотите Там реликтовое излучение, чтобы не залезать совсем к ним Вот два объекта, две галактики, если хотите Мы живем в этом В какой-то момент времени из этой галактики послали сигнал Который дойдет до нашего И вот он сейчас дошел Мы сейчас здесь живем Приняли сигнал, видим эту галактику Возникает разумный вопрос Какое расстояние до этой галактики? А после этого возникает встречный вопрос А что вы под этим подразумеваете? Спрашивая о расстоянии Расстояние? Расстояние какое? Расстояние, которое было в момент излучения? Расстояние и сейчас? Расстояние, которое прошел свет? Или что-то еще? Какое расстояние? Вот нетривиальный вопрос, который мы вчера обсуждали Например, вы хотите посчитать С какой силой Просто вот совсем банально По закону семерного тегатива Ж, М1, М2 делить на Р квадрат С какой силой сейчас эта галактика притягивает нашу наоборот? Какое расстояние туда подставить? Это нетривиальный вопрос повторю Вот будем говорить теперь про разные расстояния Поскольку они нам понадобятся Самое простое расстояние, которое будет в космологии Это сопутствующее расстояние Это то расстояние, которое не меняется Вот тот кубик, который я вам показывал Он нарисован в сопутствующем расстоянии Допустим, галактики сидят У них нет пикулярных скоростей Их ничто никуда не тянет Они просто следуют Хаббловскому потоку, разлетаются То есть между галактиками физически взрастает расстояние Физически означает, что они действительно слабее притягивают друг друга Они действительно выглядят слабее друг для друга Они выглядят все меньше и меньше друг для друга Но можно ввести такие удобные координаты, которые не меняются То есть сказать, что если галактика не движется относительно вещества вокруг То ее скорость в этой системе координат 0 и координаты сохраняются Это сопутствующее расстояние Страшно удобно, страшно важно в космологии Это если на этом шарике, всеми любимом, нарисовать параллели и меридианы Вот там широта и долгота, как у них галактики, не меняются в процессе расширения Шарик расширяется, дуга, по которой нужно ползти муравью от одну до лапки, до другую Увеличивается А координаты стоят, все описывается с двумя координатами Широтой и долготой на таком шарике Или на этой плоскости, которой мне больше нравится, х и у Эти координаты не меняют Сопутствующее расстояние Следующее расстояние, собственное Вот это в нервном смысле, казалось бы, самое физическое расстояние Его тоже очень любят Это просто сопутствующее расстояние Умножить на какой-то коэффициент Который называют масштабным фактором Который показывает, во сколько раз всё растянулось То есть, действительно Вселенная растянула в два раза Галактики в собственном расстоянии Стали в два раза дальше друг от друга То есть, вы просто Сопутствующее расстояние умножили, а в данном случае на лб� Если всё растянулось в два раза Растянулось всё на 17% Имножили на 1.17 Ведальше Очень удобные координаты, очень хорошие проблемы в том, что их нельзя измерить Ими очень удобно пользоваться тоже в космологии, как и сопутствующими Но именно с точки зрения такой теории, я бы сказал Здесь вообще есть интересная проблема Есть наблюдатели, которые наблюдают, ну, грубо говоря, красные смещения, и все Есть теоретики, для которых красные смещения важны, поскольку есть наблюдатели А вообще говоря, хочется считать в каких-нибудь собственных сопутствующих расстояниях Наша задача сегодня это немножечко поженить Еще одно расстояние, которое очень любят наблюдатели Фотометрическое расстояние, самое простое, казалось бы Это просто поток излучения, который вы пересчитываете, исходя из которого вы пересчитываете расстояние Вы берете лампочку, 60 ватт Вы относите ее там на какое-то расстояние Можно взять любую лампочку, 60 ватт Отнести ее на расстояние 1 метр, померить, сколько от нее приходит света Теперь вы ее куда-то отодвинули Света стала приходить, например, в 9 раз меньше Значит, вы ее отодвинули на 3 метра Потому что свет распределяется равномерно по объему И энергия будет приходить в 9 раз меньше, если у вас объект в 3 раза дальше В 4 раза дальше, в 16 и так далее Все очень просто В космологии непросто Потому что, ну, во-первых, пространство могло бы быть непросто Слава Богу, у нас тут пространство Во-вторых, фотоны теряют энергию, пока распространится Здесь красное смещение Поэтому у вас фотометрическое расстояние будет отличаться от собственного расстояния Хотя бы потому, что здесь есть лишняя поправка, связанная с тем, как меняется энергия фотонов Меряйте вы именно энергию, вы не меряйте количество фотонов, вы меряйте именно энергию Тем не менее, вот это очень удачный метод определения расстояния В любой теоретической модели можно пересчитывать одно расстояние в другое Причем известно как В рамках стандарта В модели там совсем простые формулы И если у вас есть стандартная лампочка Что называется стандартная свеча Смология наук древняя, поэтому еще свеча, а не лампочка То вы можете определять расстояние Именно поэтому люди любят сверхновые типы одинаковые Которые, я напомню, все не одинаковые, как 60-ваттные лампочки Но по характеру кривой блеска вы можете с высокой вероятностью и точностью Рассчитать настоящую светимость этой сверхновой И таким образом определить фотометрическое расстояние до соответствующей галактики А дальше сопоставить это с расстоянием по красному смещению И выясните, что теоретическую модель надо подкручивать И нужно добавить темную энергию Отлично Еще один тип расстояния На самом деле, самый, я бы сказал, психологический Вот у меня тоже было очень важно понять эту вещь Как мы в реальной жизни понимаем, что объект удаляется или приближается к нам Он становится больше или меньше Вот что важно Именно так можно создавать иллюзии Того, что там что-то налетает на вас Просто увеличивая размер Люди, которые первый раз попадали в кино в 3D-очках И вот там на экране на них мчится автомобиль Да я не знаю, летит звездолет Все, что хотите И они инстинктивно отшатываются Почему? Что меняется? Экран стоит на том же расстоянии У вас объект становится больше Это создает иллюзию приближения Это психологически самое важное расстояние В космологии с этим происходят форменные чудеса В реальной жизни все просто У нас есть размер, у нас есть угол Мы высчитали расстояние по формуле Ну, как обычно говорят коллеги из детского сада На самом деле, из какого он седьмого класса Да? Была одна конференция И один отечественный коллега Читая лекция Все люди говорят Ну, вот это пример из детского сада Все смеялись, какие в Советском Союзе будут хорошие детские сады И я, соответственно, читая свою Сказал, я наконец-то понял, что я в детстве не ходил в детский сад Меня не взяли, потому что я был очень глуп Так вот, что у нас происходит с угловым расстоянием? Смотрите, какая интересная штука Вот мы, естественно, веселые Вот галактика, которая far, far away велась Когда-то она излучила свет Которые, ну, лучи от разных краев Под каким-то углом к нам пошли Сама галактика полетела назад Из-за Хаббловского потока А свет А что свет? Свет тоже вполне может вначале двигаться от нас Его тоже сносят Хаббловским потоком То есть галактика излучила свет В области сверхсветового расширения Об этом я тоже, я надеюсь, буду говорить Поэтому свет двинулся от нас Галактика тоже двинулся от нас Но поскольку свет излучен в нашу сторону Он от галактики удаляется Хотя к нам не приближается Важно, что в плоской Вселенной Углы, под которыми ползут эти червячки Никуда не меняются То есть это все реально можно рисовать как навести Вот нам повезло, мы живем в плоской Вселенной Могло бы быть не так Окей Галактика удаляется И одна она всегда, видимо, будет удаляться Если темная энергия никуда не денется Все, галактика улетела А свет оказался все-таки Вселенная вначале замедлялась Это очень важно Это она сейчас ускоряется А вначале она замедлялась И свет оказался в области до светового расширения То есть это процедура просто Я не знаю, вот на аэропорт И дорожка такая эскалаторная, горизонтальная Которая не лестненькая Она едет от нас И ее скорость замедляется И человек по дорожке Медленно идет, бежит к вам Вначале его дорожка сносит А потом, наконец, дорожка замедляется настолько Что он начинает к вам бежать И именно вот это здесь и происходит Опять же повторюсь Углы между лучами не меняются Итак, вот бегут к нам эти червячки В этот момент Из какой-то другой галактики Но в данном случае Такого же размера, это удобно Тоже вышли пешеходы С разных краев Тоже вылезли червячки И тоже пошли к нам То есть в этот момент Их собственное расстояние от нас Одинаковое Вышли они под одинаковыми углами Они до нас доберутся В один и тот же момент времени То есть мы на фотографии Увидим две галактики Ну, может быть, прямо рядом на небе Это не принципиально Мы на небе видим две галактики Которые имеют один и тот же угловой размер Они на фотографии Выглядят как близнецы Вот угол между червячками Вот, он абсолютно одинаковый Но только одна галактика Находится у нас под боком На расстоянии где-нибудь там 30 миллионов световых лет А другая галактика находится На расстоянии 30 миллиардов световых лет Повторюсь, мы их видим На небе абсолютно одинаково Это совершенно фантастическая вещь Которая происходит с угловым расстоянием Если мы построим такой простой график Здесь красное смещение галактики А здесь вот это самое угловое расстояние То оно ведет себя Вот таким удивительным образом Далекие галактики В этом расстоянии На самом деле близкие Я, пожалуй, вам нарисую еще один график З Угловое расстояние А вот теперь я нарисую вторую ось И здесь будет прямо угол В котором видна галактика И этот угол, соответственно Ведет себя удивительным образом вот так Давайте сделаем Штриховую линию Чтобы их отделять То есть мы видим большими близкие галактики И мы видим большими далекие галактики Это наблюдательный факт То есть вообще говоря Вы видите всю эту красоту На ультраглубоком поле Хаббла Только потому, что работает вот этот закон То есть вот эти далекие галактики Я переделал вторую каску Вот она Вот эти далекие галактики Которые мы видим на ультраглубоком поле Хаббла Они должны были бы быть крохотными Не должно было бы быть видно Но мы их видим довольно большими Потому что свет, который мы сейчас ловим Был излучен ими Когда они были очень близко от нас Действительно близко Там на расстоянии меньше миллиарда световых лет А сейчас до них, повторюсь, 30 миллиардов световых лет 20, но это зависит тот уже Поэтому это крайне удивительное расстояние Как ни странно, именно оно нам будет очень важно сегодня Еще одно расстояние Просто до конца Я скажу, чтобы совсем вас забыть Есть еще расстояние по собственному движению Вы едете в поезде, смотрите в окно Столбы там перед вами промелькают быстро Далекие деревья ползут медленно А Солнце в небе вообще стоит То есть видите, все время вам в глаз Один и то же Соответственно, по собственному движению Вы можете измерять расстояние до объектов Если поезд идет с известной постоянной скоростью В принципе, то же самое можно было бы использовать в космологии Если бы, например, джеты пьют То есть какой-нибудь галант Там летят булики Если бы мы точно знали скорость, с которой они летят Мы могли еще один тип расстояния определить Удивительным образом Это расстояние Не спрашивайте меня, почему надо просто формулись Это расстояние равно собственному расстоянию В настоящий момент времени Совпадают они Вот это угловое расстояние, я вернусь сюда Оно равно собственному расстоянию На момент испускания Проднимаемого из лучей То есть это очень физичное расстояние Мы прямо можем измерить расстояние Что называется линейкой Мы можем измерить расстояние На котором была наблюдаемая сейчас галактика В тот момент, когда она испустила свой свет И есть ощущение, что в законе семерного текотения Именно это расстояние надо подставлять Наконец, есть время путешествия фотона Сколько фотон шел от галактики до нас Именно его вы чаще всего видите в новостях Увидели галактику, свет у которой шел 10 миллиардов лет Что это означает? Это означает, что свет от этой галактики шел 10 миллиардов лет Точка Вы можете ввести формально какое-то расстояние скорости света на этот Т Но расстояние сейчас до этой галактики Больше, чем 10 миллиардов световых лет А в момент, когда свет был излучен Оно было меньше, чем 10 миллиардов световых лет Если у вас есть точная космологическая модель Вы можете перечитать одно в другое Но само по себе это расстояние Такое весьма специфичное Хорошая подлинность С расстояниями пока все Красное смещение Красное смещение Очень добавная штука Красное смещение То есть, грубо говоря, нет согласия в народе Как рассказывать про космологическое красное смещение То есть, правда, вы можете И очень интересно скоро в интернете смотреть Когда люди открыли Там три разных учебника Написанных три очень сильными, замечательными космологами Там написаны разные определения красного смещения И люди с пеной вот так В левую клавиатуре доказывают, что его оппонент дурак А на самом деле Это вопрос интерпретации кванковой механики Важно понимать Что красное смещение в космологии Нельзя объяснить только эффектом Доплера И его нельзя объяснить только гравитационным красным смещением У нас в жизни, вот в этой комнате, есть два эффекта Которые дают красное смещение Доплер, когда что-то быстро двигается И гравитация Это вполне измеримая вещь То есть, там, свет, идущий от пола к потолку Он измеримо будет отличаться По частоте от света, который идет от потолка к полу Это можно измерить Потому что они двигаются в гравитационном поле Земли Один в одну сторону, другой в другую Эта штука измеренная, проверенная Тут нет спорта В космологии, как минимум, работает комбинация двух этих эффектов Но поскольку все запутано То я бы сказал, что проще, но не только я сказал Конечно, я это прочел в книжке Что проще говорить о третьем виде красного смещения Космологическом красном смещении Не лезть детали, если они вам не нужны А детали не очень понятно Итак, есть космологическое красное смещение Очень важно, что оно все-таки в основном связано с тем Что происходит с потоном по дороге Космологическое красное смещение Считается по вот такой формуле Подведенной красным смещением И она показывает, во сколько раз растянулась Вселенная С момента излучения фотона Вот заметьте, здесь ничего не написано Про скорость, с которой двигались галактики Важно, как растягивалась Вселенная То есть можно очень искусственно Я повторюсь, она искусственная, но она очень хорошая иллюстрация Представьте это таким образом Представьте, что мы можем динамику Вселенной менять руками Мы вот задали их какую-то, и она вот такая есть Вот смотрите, вот две галактики Они покоятся друг от нас и друг друга В этот момент Хаббловского потока нет Ну, например, может же быть, как Вселенная расширялась Потом остановилась, потом начала склопываться Вот такой момент, когда все остановилось Отсюда и был искущен Фатон И он пошел к этой галактике В момент испускания они его покоятся А потом Хуба Вселенная опять начала расширяться И расширилась в два раза А потом опять остановилась И вот тут Фатон поймали У вас в момент излучения Источник и приемник покоятся В момент поглощения источник и приемник покоятся Но у вас красное смещение будет Если оно изменилось в два раза Равно единице То есть красное смещение будет важно Что происходило со Вселенной За время движения Фатона В данном случае часть людей придет и скажет Что они это опишут как гравитационное красное смещение Поскольку такую динамику нужно описывать Некой гравитацией внутри Но, в принципе, можно описывать Вот так, как я вам сказал Важно, что происходило с галактиками по дороге То есть вот был исключен Фатон В какой-то момент Т1 В это время масштабный фактор был какой-то 1 Неважно какой Фатон был на волне лямбда 1 Фатон полетел Вот в какой-то промежуточный момент Он немножко растянулся Тут его никто не поглотил А вот он потом прилетел к нам В момент Т3 Вот он был Восстан с частотой лямбда 3 Значит, мы видим красное смещение при галактике Как там Лямбда 1 минус лямбда 3 делить на лямбда 1 Ну, считаем, что лямбда 1 это лаборатория Важно, что в космологии, тем не менее, всегда Красное смещение это упорядоченный способ задания расстояния То есть чем дальше объект Тем действительно красное смещение его дальше В статичной картине К этому я вернусь в конце, я надеюсь Всегда, в любой данный момент времени Чем больше красное смещение объекта, тем дальше Почему вблизи похоже на Доплер? То есть очень многие люди любят Вначале написать, что локальное красное смещение Доплеровское Оттуда потом все выводит Локальное Доплеровское, вот почему Красное смещение завязано на динамику расширения Вселенной То есть темп расширения Вселенной Постоянные хабы Меняются со временем Но для близких галактик она меняется очень слабо И поэтому для близких галактик Действительно, фотон, там галактика в два раза дальше Фотон был излучен в два раза дальше Он летел там в два раза дольше И его растянуло в два раза сильнее Поэтому вблизи будет линейный закон Пока у вас постоянная хаба сильно не менялась Если же постоянная хаба меняется А реально она меняется у Вселенной У вас будет отличаться от Доплера Что делать дальше? Каюсь в молодости Я сам неправильно написал в звездочет Ответная хаба На самом деле Нужно нажать на пробел На самом деле Нужно пользоваться общей теорией относительности Что нельзя делать? Первое Нельзя считать, что скорость Это просто скорость света Умножить на красное смещение Здесь что у нас? Красное смещение Скорость улета Вот если бы мы считали По формулу В равняется Цз Была бы вот такая Это неправильно Вторая вещь Которая неправильна Это взять специальную Теорию относительности Это вот ровно Что я сделал В отличие на хаба Это неправильно И сказать, что Ага Значит скорости Больше скорости света Не бывает Ну или там По крайней мере Я не так примитивно Отмечал Мы не видим галактики Которые удаляются Ахмон Быстрее скорость света Видим Но если мы прямо возьмем Формулу специальную Теорию относительности Мы получим вот такую привычку Всего упрется в единице Скорость света Это тоже неправильно Реальность лежит вот здесь Ну мы просто точно не знаем Параметр Эстомологический модель Важно, что Скорость удаления Далеки галактик Может быть И является Больше чем световой То есть если хотите Это не совсем напрямую Но это измеренная вещь То есть можно показать Что красные смещения Не описываются Ни вот этой формулой Ни вот этой Даже для близких галактик Которые видны В точности наблюдения Для этого хватает Причем с запасом хватает Там эффект Вровень 30 сигм Но для далеких галактик Скорость удаления Все равно будет расти Дальше Важно, как работает Космологическая модель Но вообще говоря В бесконечной вселенной У вас скорость удаления Бесконечно далекая В галактике Бесконечно далеко К счастью Все это не надо Часто держать в голове Все есть в интернете В частности Есть замечательные Космологические калькуляторы Это все можно не записывать Можно написать Космологический калькулятор В гугле И у вас выпадет Несколько ссылок Хороший калькулятор Недеррайта Фамилию можно Недеррайта Вы забиваете Сюда вообще забиты параметки Стандартная постоянная Хаббла Стандартная доля Обычного вещества Стандартная доля Темной энергии Вы вписываете сюда Красное смещение Объекта Нажимаете кнопку Эта штука вам Рассчитывает Ну она пишет Что в этой Экосмологической модели Сейчас прошло Столько-то времени После большого взрыва Возраст на красном смещении Который вы забили Был таким-то Свет шел Столько-то Сопутствующее расстояние Равно тому-то Сопутствующий объем Если надо угловое расстояние Про которое я говорил Равно тому-то Видите, насколько оно меньше Расстояние посветимости Равно тому-то Ну и всякие полезные штуки То есть это все легко рассчитывать Я регулярно этим пользуюсь Поскольку каждый раз считать Все это неудобно По формуле Надо ими самому писать Такую штуку А так очень быстро Можно оценить Для каких-нибудь Популярных целей На этом наши проблемы В космологии не заканчиваются Еще есть проблемы со временем Вчера Вы видели замечательную картину Как меняется Длительность вспышки Сверхного 1А Это измеренная вещь Мы измеряем ее здесь Ту вспышку И здесь она длится Там 3 недели Допустим А там длилась неделя То есть часы Идут по-разному Не в том смысле Не в том смысле Что они вот тут и там Идут по-разному А если бы мы в далекой галактике Видели часы То мы бы видели Что они идут медленнее И это проблема Соответственно В стандартной иллюстрации Очень часто используют Так называемое Космическое время Такие вот часы бога Которые везде идут одинаково Это очень удобно Для расчета Но нам Как наблюдателям Это не дано В ощущениях Мы не имеем Никаких часов бога У нас вот есть на руке Какие-то И слава богу Поэтому Когда мы будем Говорить о скоростях А мы теперь перейдем К скоростям Поскольку напомню Это есть наша цель Кроме того Что мне важно вас запутать И утомить Я хочу Немножечко Попытаться показать Как скорости Будут себя вести Как мы увидим Динамику Расширения Вселенной И здесь Если мы хотим Прямо это посчитать То нам важно По каким часам Мы будем считать Скорость Это что такое Это расстояние Делить на время Про расстояние Мы поговорили Теперь про время Вот со временем Есть такая проблема Соответственно Есть стандартная Иллюстрация Которая очень любит На очень популярных книжках Такой взгляд Бог По космическому времени Скорость света Равна бесконечности Смотрим со стороны То есть Когда мы Описываем все Как вот этот шарик Который мы видим Со стороны Который равномерно Расширяется То Мы используем Совершенно нечто Что наблюдатель Недоступен Взгляд со стороны Одновременный охват Всех кусков вселенной Как она есть В этот момент По этим часам Очень удобно Повторюсь В иллюстрации Очень удобно Для некоторых расчетов Совершенно Напрямую Никак не соотносится С наблюдением Наша задача Будет продвинуться Дальше Этой иллюстрации То есть Я очень надеюсь Рассказать вам Что-то новое Потому что Вплоть до этой иллюстрации Многие из вас Если не все Все это понимают Наша задача будет Пойти дальше Итак Скорость расширения У нас есть Разное определение Расстояний И Разное определение Время Соответственно У нас возникает Несколько определений Скоростей Но перед этим Преамбулы еще раз О скоростях Быстрее скорости Очень важно Что мы под этим Подразумеваем Мы реально Подразумеваем Скорость больше Чем 300 тысяч Км в секунду Но конечно же Если мы смотрим На какую-то Далекую галактику Которая удаляется От нас Со скоростью В большее А из этой галактики Испущен Луч света То луч света Будет двигаться Конечно Быстрее Сама галактика Относительно Нас Так что В этом смысле Галактики не двигаются Быстрее света Который они Сами излучают Просто скорость Их удаление от нас Больше С Вот и все То есть в этом смысле Ничего страшного Не происходит Если угодно Я могу это назвать Как то что Галактики не двигаются Быстрее света Свет всегда В сравнимой ситуации Двигается быстрее Чем галактики Это нормально То есть здесь Никой катастрофы Не происходит Но тем не менее Закон Хаббла Линейный Закон Хаббла Это закон Для изменения Собственного расстояния По космическому времени В Д Поскольку Это прямая линия Это действительно Прямая линия Это никакое Не приближение Так оно есть На самом деле Пока там у вас Вселенная Не начинает заканчиваться И она начинает Вообще Доступная нам область Вселенная Ширяется ровно И красиво Так он Хаббла Уполнается Соответственно Где-то Скорость света Достигает С И эта штука Называется Сферой Хаббла Есть галактики Внутри Сферы Хаббла За сферой Хаббла Причем Как мы увидим Галактики За сферой Хаббла Мы прекрасно Можем видеть И это все Замечается Важное Замечание Что когда вы Складываете Скорости галактик Со скоростью света То удивительным образом Не надо пользоваться Этилитическим Законом Сложения скоростей Все складывается Под боливеевскому закону Почему тоже Объяснять не буду И ничего У меня Никого времени не хватит Важный вывод Состоит в том Что Наверное Как-то не странно Самая показательная Скорость С точки зрения Наблюдателя Является Скорость По угловому расстоянию Потому что Угловое расстояние Это то Которое мы сейчас Непосредственно измеряем Скорость По угловому расстоянию Мы измеряем По своим часам То есть это реально Как-то должно быть Видно на ней То есть если бы Мы могли проводить Наблюдение С фантастической Высокой точностью Это будет возможно Там Лет через 20-30 Или мы могли бы Так Медленно глядя на небо Подождать Несколько миллионов лет Мы бы увидели Изменение углового Размера галактик Вот это была бы Скорость изменения Углового расстояния Это очень хорошая скорость Именно она Отвечает нашему Психологическому Ощущению Удаления объекта По большому счету Именно так Нам надо бы Визуализовывать Динамику Расширения Вселенной Но вообще говоря У нас есть Много Скорость Я не стал Все выписывать На такие Три основные скорости Это скорость удаления На момент излучения Сигналов По космическим часам Скорость В настоящий момент По космическим часам И вот Третья Скорость Скорость По угловому расстоянию По своим часам Все скорости Могут быть больше С По крайней мере В общем случае Можно придумать Космологическую модель Где это не так Но в общем случае Любая может быть больше И в нашей Вселенной Любая больше Важно сказать пару слов Хотя про это можно На отдельную лекцию Что это про горизонт Вселенной Это про то Какие галактики видно Какие не видно При каких условиях Есть два основных Типа горизонта Горизонт частиц И горизонт событий Горизонт частиц Это расстояние До самого далекого объекта Который мы сейчас видим Это немножко Такая специфическая штука Потому что Объекта мы видим Каким он был давно А расстояние Мы называем сейчас Когда говорим О горизонте частиц То есть мы например Видим какую-то галактику На небе Мы ее видим Такую Какую она была 10 миллиардов лет назад А расстояние Рассчитываем Собственное сейчас И вот именно его Называем расстоянием До этого объекта Соответственно Горизонт частиц Это самое далекое объект Расстояние До самого далекого объекта Которого мы видим Забавно Что не во всех Вселенных Строго говорят Какой горизонт есть Если Вселенная Сразу С самого начала Расширялась С ускорением Нет горизонта частиц То оно как бы правильно С математической точки зрения В реальности Вы наблюдаете не частицы Вы наблюдаете объекты Галактики возникли Спустя там Как минимум 500 миллионов лет После начала расширения Ну 100 миллионов лет Если бы что-то Если бы что-то Если бы что-то До этого их не было Поэтому Если мы говорим О наблюдении Галактик Или звезд Первых То у нас всегда Будет горизонт частиц В этом смысле Всегда будут Самые далекие галактики Ну и в данном случае Это даже упрется Вот Такой более специфичный Лич Именно Когда они образованы Второй Совсем другой тип горизонта Горизонт событий Он совсем не похож На горизонт событий У черных дыр Не буду даваться Почему Горизонт событий Это расстояние То самое далекое объект Которому мы можем Поставить сигнал Ну например Вот там я не знаю Жизнь земная Распространилась По всей Вселенной Или всем почему-то Интересно Что у нас происходит Да Что там Швейцария обыграла Гондурас 3-0 Мы посылаем Во все стороны Послали вчера Сигнал о том Что Гондурас Проигрался С счетом 3-0 Не все Об этом узнают Потому что Вселенная Расширяется С ускорением До очень далеких Галактик Это замечательное знание Что Гондурас Проигрался С счетом 3-0 Никогда не дойдет Понятно, да? То есть завтра До кого-то может Не дойти Что мы вылетели С чемпионата мира Но по другой причине А тут по физической причине Не дойдет Сигнал не дойдет И это Мы при этом Видим эти галактики То есть мы видим На небе галактику Сейчас Но если мы пошлем К ней сигнал Сигнал до нее Уже не дойдет Галактика находится Достаточно далеко Ее халвовским потоком Уносится Сверх световой скорость И наш сигнал До нее никогда Не доберется Но если только Темная энергия Не издохнет И ускоренные расширения Не сменятся Замедленным расширением Теперь давайте посмотрим Четыре красивых картинок Поскольку к скоростям Это тоже все имеет Прямое отношение Картинки Замечательная работа Тамара Бейлис Здесь нарисовано Нарисовано Собственное расстояние Которое растет Мы находимся В координате 0 Естественно Вверх Есть времени По горизонтали Пространственные координаты Пунктивные точки Это траектория частиц Циферка тут Обозначает Красное смещение Частиц Соответственно З единица З тысяча Примерно Реликвы излучены Мы видим Наш световой конус То есть свет Двигался По вот такой траектории Соответственно Сейчас мы видим Галактики Которые Сигналы от галактик Которые были исключены Здесь 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 То есть галактику На З единица Мы видим На вот соответствующем Собственном расстоянии Это расстояние В момент излучения А сейчас галактика Находится Гораздо дальше Понятно? Надеюсь Что еще здесь нарисовано? Нарисована Хаббловская сфера Все галактики Находящиеся А, да, очень важно Все рисунки Соответствуют Стандартной Космологической модели Естественно Они разные В разных моделях Вот этот Тамар Дэрис Присчитал Для современной модели Скорость Галактик На Хаббловской сфере Скорость Подаления От нас Равна Скорость Света Вот Настоящий Момент Время Вот эта Жирная Горизонтальная Привая Значит Сейчас Все галактики С красным Смещением Больше Чем Примерно Полтора Не помню Число Точнее Подаляются От нас Быстрее Скорость Света То есть Это означает Что на глубоком поле Хаббла Почти все галактики Которые мы там видим Сейчас В данный момент Время Удаляются От нас Быстрее Скорость Света Более того Некоторые из них И в момент Излучения Где у нас Световой конус Вот у нас Световой конус Видите Он был за Сферу Хаббла То есть Есть галактики Которые В момент Излучения Находились За сферой Хаббла Свет От нас Вначале Удалялся Поэтому И со временем Эти световые лучи Попали Под сферу Хаббла Хотя Сами галактики Шли наружу И ушли Они всегда За сферой Хаббла И световые лучи Крупополучно Попали к нам Потом будет Картинка Отзумленная И будет Луч Видите Можно То же самое Нарисовать В сопутствующем Расстоянии Здесь Как бы Координаты Частиц Они соответствуют Постоянно В сопутствующем Расстоянии Но все То же самое Есть горизонт Частиц Вот тут Сидят Самые Далекие Частицы Красное Смещение Бесконечности Более Далекие Мы просто Не видим Вот она Сфера Хаббла Световой Конус Который Простирается Куда Публику Вот Картинки В более Неверных Деталях Это первая Картинка Которую Я подробно Разбираю Еще раз Вот Сфера Хаббла Вот Световой Конус Берем Какую Галактику С красным Смещением Вот Контрой Вот Она Пунктирная Линия Галактика Гидается Вот Так И сейчас Находится Вот Тут В какой-то Момент Она Испускает Свет Сама Галактика Продолжает Улетать Хаббловским Потоком Свет Тоже От нас Удаляется Его Сносят Хаббловским Потоком Но Хаббловский Поток В это Время Замепляется Это Происходит До Красного Смещения Единицы Примерно Примерно Единицы Неточные Сначения Единицы Никак Не связаны Со сменой Замедленного Испорного Режима Свет Начинает К нам Приближаться Попадает По сферу Хаббла И благополучно В настоящий Момент До нас Добраться И мы Видим Вот эту Галактику На З3 Которая Повторюсь В момент Излучения Сидела За сферой Хаббла Сейчас Сидит За горизонтом Событий Сейчас И тогда Удалялась Поверьте В среднем В мире Астроном Отвечает На этот вопрос Неправильно Ну космологи 100% отвечают Правильно Понятно Но астроном В среднем Вот если Я проводил Такую Коллегу Представьте Вам сейчас Звонит Журналист И говорит Мне нужен Срочный совет То есть Вы не можете Никуда залезть Нужен срочный ответ Да или нет Мне значит Автор написал Такой заголовок Астрономы Сфотографировали Галактику Которая В момент Испускания Света Сейчас удаляется От нас Быстрее Скорость Света Можно Ставить Такой Заголовок Или нет Очень Многие Отвечают Что нельзя Хотя Это Абсолютно Правильно Так Оно Все И есть На самом Деле Есть Так И Галактика Но Это Такое Узнание Которое Как оказывается Не на слуху Ну просто Потому что Особенно Ко мне То же Самое Можно нарисовать Для сопутствующего Расстояния Ну Соответственно Вот Соответственно Самые Далекие Объекты Которые Теоретически Мы могли бы Сейчас Видеть Мы их Не видим Как вчера Было Подробно Разобрано Из-за Тумана Из-за Реликтового Излучения Но Если Самые Самые Первые Графолны Не знаю Бог знает Что То Вот Эти Объекты Сейчас Находятся От нас На расстоянии 40 Сколько Это там Сколько 6 Миллиардов Световых Лет В принципе А Реликтовое Излучение Стоит А у нас На расстоянии Примерно 40 Миллиардов Световых Лет Сейчас Окей Наконец Финальная Часть Практически Дальше Уж совсем Кода А это Финальная Часть Энштейн Лекции Переходят В Энштейн Итак Как мы Можем Увидеть Расширение Вселенной Можем Вопрос Да Скажите Пожалуйста Когда мы Увидели Исчезающие Галактики Потому Что Вы сейчас Сказали Логично Видели Уже Все Теперь Увидели Увидели Этот Соответственно Ну Процесс Медленный То есть Поскольку Это все В динамике Не происходит Того Что Галактика Вьетнам Там Хопа Как Лампочка Потухла С этой точки Зрения Ну Не то Что Никогда Но Это Растянутый Процесс Давайте Не сюда Вернуться Вот Смотрите Что Происходит Вот Горизонт Частиц Видите Он Пересекает Траектории Галактики Соответственно Соответственно Что Это Означает Что Там Было З Один Три Пять Тысяча Вот Она Тысяча Красное Смещение Мы Его Видим Если Мы Пересчитаем Все Это В Будущее То Галактика Когда Мы Не Видим Галактику На Тысяч Проблема В том Что Галактики Мы Видим Вот Здесь Последние И Когда Траектория Конечно Тоже В далеком Далеке Пересечет Горизон Частицы Но Это Произойдет Фантастически Нескоро То есть Эта Вертикальная Мощь Нужна Очень Долго Вперед Это Не Вопрос Точности Наблюдения Сейчас Нет Объектов Которые Могли Исчезать За Горизон Вот Такой Ответ Там Черт И что С Излучением Там Особенности Я не Обязательно Поговорю Итак Как мы Можем Видеть Расширение Вселенной Ответ Конечно Никак Но В ближайшем Будущем Мы сможем Следующий Поколение Советских Людей Выдержать Как мы Немного Позже Итак Мы можем Увидеть Изменение Красного Смещения Изменение Фотометрического Расстояния Углового Расстояния По собственному Движению То есть Увидеть Расширение Это Увидеть Что-то Изменяющимся В динамике Сегодня Померили Красное Смещение Оно Такое Завтра Померили Оно Другое Сегодня Померили Фотометрическое Расстояние Оно Такое А завтра Больше 5 лет Запил Сейчас Повторюсь Мы это все не можем видеть, у нас не хватает точности наблюдения. Все происходит в космологии довольно медленно. Есть у Железа такой замечательный рассказ «Великие медленные тролли». Всегда приходит нау, когда трат раз. Видимо, первым будет зарегистрировано изменение красного смещения. Ну, так кажется, с технологической точки зрения. Есть очень оптимистический взгляд на то, что следующее поколение спектрографов на следующем поколении телескопов, то есть на ИЛТ, например, соответственно, это там 20-е годы, за несколько десятков, правда, лет наблюдения, это не значит, что они померлили и в первую же ночь что-то измерили. Это означает, что там за время работы прибора и телескопа, то есть за десятки лет, ну, за 10 лет, они смогут, может быть, что-то измерить. Так что, если все оптимистично, то в этом веке люди, может быть, смогут измерить изменение красного смещения. Про остальное непонятно. При этом, для углового расстояния очень точный метод измерения, про который я вам, пожалуй, быстренько расскажу. Есть замечательные мазерные источники. Это, как правило, какие-то заблака газа, там атмосфера, звезд гигантов. Мазерные источники точно испускают одну частоту, очень легко измерять. И их видят в дисках вокруг черных дыр, сидящих в центрах галактики, сверхмассивных черных дыр. Точность наблюдений там потрясающая. То есть сейчас это один из главных новых камней в определении линейки расстояния. То есть теперь без цифии можно измерять расстояние до далеких галактик, где видны сверхновые. Почему? Потому что измеряете мазеры, люди с высокой точностью одновременно измеряют собственное движение, скорость и ускорение. Ускорение это V квадрат делить на R. V вы измерили, ускорение измерили, вы тут же абсолютно измерили R, на каком расстоянии крутится ваш мазерный источник. Измерили собственное движение, измерили угол. Все, вы делили одно на другое, получили расстояние. Это фантастический точный метод измерения расстояния. Сейчас он для нескольких источников работает. Просто не так часто хорошие мазеры сидят в этих дисках. Но для нескольких галактик напрямую очень хорошо измерено угловое расстояние. Теоретически дальше с ростом точности измерения люди смогут заметить, что это расстояние плывет. Там трудно будет это отделить от того, что... Ну, возможно. Естественно, мазер плавает по этому диску. Может эволюционировать его орбит. Но, тем не менее, видимо, это попадет в область точных измерений рано или поздно. И можно будет напрямую мерить вот это замечательное угловое расстояние. Тем не менее, поговорим про красное смещение, поскольку это очень интересно. И это такой последний кусочек, который мы с Лешей недавно популяризировали. Итак, как меняется красное смещение? Еще раз, очень важно, что красное смещение показывает, во сколько раз растянулась Вселенная с момента излучения фотона. До настоящего момента. Вот эта формула еще раз. Соответственно, изменение красного смещения это разница двух вот таких дробей. Ну, проще это будет показать. В один момент времени был испущен. Вот он, мы его поглотили в момент Д2. Через какое-то время, через 10 лет, мы измерили другой фотон, который был испущен спустя какое-то время ДТТ. Здесь прошло не 10 лет, конечно. Ну, по нашим часам. Не 10 лет. И нам нужно определить, как меняется красное смещение. Смотрите, в чем интересная штука. Нам важно сравнить, как менялся масштабный фактор вот здесь, между двумя моментами излучения, и вот здесь, между двумя моментами поглощения. В зависимости от разницы в динамике Вселенной, эта штука может вести себя очень хитрым образом. Что будет происходить в замедляющейся Вселенной? Смотрите, вот здесь между двумя моментами излучения масштабный фактор менялся сильно. Вселенная еще была молодая и годная. Сильно менялся масштабный фактор. А сейчас он меняется слабо. Поэтому у нас знаменатель вырос вот здесь сильнее, чем числитель. И поэтому Дельта Z будет отрицательным. Для меня это узнал было, что меня это должны были этому учить, когда я был студентом. Я не знаю. Но не учили. Или плохо учили. Или я плохо учился. То есть мы смотрим на галактики. Вот в такой... То есть когда я учился студентом, мы жили вот в такой Вселенной. Она замедлялась. Так вот, в такой Вселенной мы смотрим на галактики, измеряем их красное смещение. И галактики синеют. То есть они становятся из-за расширения все дальше и дальше, а красное смещение падает. Потому что сейчас она замедляется медленнее, чем раньше. Это, ну, повторюсь, он тривиальный вывод. И вот космологи так часа в голову, секунд за несколько мне выдает правильный ответ. Но я не будучи космологом, был этому очень удивлен. Это можно пояснить таким образом. В далеком будущем масштабный фактор практически перестанет меняться вот тут. А вот тут между двумя моментами он будет меняться заметно. И поэтому красное смещение галактики, вообще говоря, стремится к нулю в будущем. Если Вселенная все время замедляется. То есть вот фотон излучен здесь и здесь. Галактики растянуло бог знает куда. Но изменение масштабного фактора за время полета маленькое. И поэтому красное смещение будет уменьшаться. Но важно, что всегда, в любой момент времени в такой Вселенной все равно, чем больше красное смещение, тем галактика дальше. Просто если вы сравниваете красное смещение в два разных момента времени, вот там начинается путаника. А в один момент времени все хорошо. Окей. Высторяющейся Вселенной все наоборот. Масштабный фактор меняется все быстрее и быстрее. Поэтому красное смещение со временем всегда растет. И здесь как бы все хорошо и понятно. Соответственно, в далеком будущем масштабный фактор меняется сильнейшим образом. У вас там красное смещение, условно говоря, начинает стремиться к бесконечности, потому что масштабный фактор меняется очень быстро. Теперь, как все на самом деле? На самом деле все, конечно же, устроено сложнее. Потому что вначале наша Вселенная замедлялась, а потом она начала ускоряться. И поэтому школьники, которые учились 10 миллиардов лет назад, они учили, что красное смещение исключительно падает. Теперь мы находимся в сложной ситуации. У нас красное смещение... А есть у меня еще одна картинка интересная? Нет. У нас красное смещение далеких галактик будет уменьшаться, а близких галактик расти. Можно посчитать это точно. Я, как человек ленивый, взял картинку с чужой статьи. То есть с новой статьи до морды. Которая, честно, это предсчитал. Это для нашей Вселенной. Ну, то есть здесь для разных Вселенной, да? Но... Раз, два, три. Вот это наша Вселенная. Нет, вот это наша Вселенная. Да, вот это наша Вселенная. Здесь красное смещение, здесь изменение красного смещения за 100 лет. Если динамика, естественно, не меняется, то на масштабе 100 лет она не меняется, куда она генется. Соответственно, если бы... Ну, давайте. Если бы Вселенная вся состояла из вещества, вот что здесь написано? Доля материи, доля темной энергии. Плоская Вселенная, везде, 100% материи, вещества. Никакой темной энергии нет. Тогда красное смещение действительно у всех были бы отрицательны. То есть вы можете мне не поверить, но Тамаре Дейлис верить придется на совершенно независимых трудились. Красное смещение было бы отрицательным для всех объектов. А вот мы живем примерно вот в этой Вселенной. Соответственно, красное смещение объектов Z меньше двойки растет сейчас, а больше двойки уменьшается. Это такой совершенно замечательный результат. То есть, ну да, до визуализации, а потом ведется. Обязательно надо учить. Что у нас с реликтовым излучением? Ну, давайте, я даже могу вернуться и как-то драматизировать ситуацию. То есть, итак, красное смещение далеких галактик падает. Это как бы я принимал экзамен по космологу. А теперь, говорю я, товарищ студент, красное смещение. Где у нас стоит стена красного реликтового излучения? На 2 тысячи, примерно, говорит студент. Ну, говорю я, и как же будет вести себя красное смещение реликтового излучения? Ну, говорит он, если она такой большой, дальше всех далеких галактик, то будет уменьшаться. Ха-ха, говорю я, 2 балла. Потому что красное смещение реликтового излучения устроено совсем по-другому. Когда мы говорим про галактику, это именно какой-то объект. Реликтовое излучение, оно не испускается объектом. Оно родилось везде сразу. Фотоны везде освободились. Как вот в том самом Менталузе, когда герцог посырился с женой и с криком на свободную свободу писал место прошения развода. Вот сразу все эти фотоны освободились. И это означает, что вот сидим мы. И к нам с разных расстояний строим, летят фотоны реликтового излучения. То есть фотон от галактики, он должен быть каждый раз новый. В том смысле, излученный галактикой опять, в следующий момент времени. А здесь к нам летят фотоны, которые были излучены в один и тот же момент времени, просто в разных местах. И поэтому красное смещение стены реликтового излучения все-таки всегда возрастают. Потому что фотоны будут приходить со все больших и больших расстояний. Все вокруг нас заполнено этими фотонами, но важно, что можно выделить те, которые летят на наш глаз с разных расстояний. Вот нарисовав их, получится такой ровный строй. Итоги подводить рано. Ну вот, соответственно, картинка, которую я хотел бы увидеть в виде анимации на куплик-мунитаре, но я не умею. Итак, как мы увидели бы расширение Вселенной? Во-первых, в начале в статике. Что мы видим? Мы видим большие, не красно смещенные близкие галактики. Дальше галактики начинают казаться меньше и немножко покрасневшими. Дальше еще меньше, еще более покрасневшими. А вот еще дальше галактики сейчас в статике выглядят более покрасневшими, но размеры начинают расти. Повторюсь, здесь предполагается, в этой иллюстрации, что все галактики имеют физически один размер. В реальности это не так. Здесь они уже сформировавшиеся, вдаля они только формируются. Здесь этим мы пренебрегаем, потому что иначе будет совсем сложно и во всем можно доходить. А теперь нам эту картинку нужно оживить. И вот реальность будет такова, что далекие галактики будут становиться немножко менее красными. Близкие галактики, между Z двоек, будут становиться более красными. Я уже заговорился. Итак, близкие галактики будут становиться крайней, сюда Z двоек более красными, далекие будут становиться менее красными. Все они будут уменьшаться в размерах. Вот это тоже очень важно, как с красным смещением замедляющейся Вселенной. Галактики становятся все дальше красное смещение уменьшаются но череда все время сохраняется с большим красным смещением они расположены дальше хотя все галактики будут уменьшаться это попадание галактики в область где она кажется большой галактики будут уменьшаться все они будут уменьшаться далекие всегда будут выглядеть больше, чем близкие из-за того что их свет был излучен настолько далеко, что тогда они были близко от нас и поэтому кажется нам на небе большим ну вот, соответственно, самая главная картинка которую я хотел вам показать соответственно подведем неутешительные итоги у нас есть большой комплекс данных, на котором основывается современная космология вселенная расширяется, эволюционирует очень важно понимать, что космологии даже близко нельзя пользоваться специальной теорией относительности вы только запутаетесь, лучше ничем не пользоваться или пользоваться общей теорией относительности в частности, галактики могут удаляться от нас быстрая скорость света и мы их видим, тут нет никого парадокса мы не знаем конечна ли наша вселенная но у нас нет никаких указаний по поводу ее конечности есть много таких штук про которые, кстати, очень трудно рассказывать меня тут второй раз уже за короткое время спросили, а что там с вращением вселенной, это очень трудно я начал читать статьи, я понял, что я недостаточно понимаю, что популярно рассказать но ответ сухой состоит в том, что люди искали следы вращения вселенной и ничего не нашли, то есть как бы работа идет результатом нет то же самое с конечностями вселенной люди я тоже про это вчера говорил я надеюсь, что я повторяюсь в этом смысле люди думали о том, что вселенная может иметь конечные размеры искали всякие там дубли духи изображений разных глазаров или структур в директном фоне но ничего не нашли поэтому мы уверены, что вселенная больше чем доступная нам для надобийной области но насколько больше, мы сказать не можем скорее всего сильно больше но с уверенностью это сказать нельзя есть много разных способов определять расстояние и скорости в космологии какие-то лучше, какие-то хуже важно выделять те которые наиболее подходят к вашим целям то есть если вы хотите проводить расчеты вы выбираете одну если вы хотите прямо визуализовать этот процесс вы выбираете другое а наблюдатели вообще работают с третьим просто потому что так удобнее важно уметь правильно пересчитывать одно в другое ну и соответственно есть всякие горизонты событий, частиц то есть действительно объекты могут в зависимости от космологической модели появляться и исчезать но все это происходит на очень больших масштабах времени поэтому в ближайшее время мы ничего такого не увидим самое важное, что читать поскольку я сильно подозреваю, что было все непонятно есть старая умеренная статья про сверхсветовое разведание галактик на астронете по мотивам работы Тамары Дейвис в основном есть про горизонты статья наша с Топоренским на сайте Варвара Суэта основная часть про угловую скорость в смысле скорость по угловому расстоянию в следующем месяце должна выйти статья УФН она вышла уже две статьи февраля и марта в журнале Вселенная и пространство-время и некий авторский вариант этих двух статей тоже лежит на астронете в июле во Вселенную и пространство-время должна выйти еще одна наша статья посвященная уже как раз красному смещению я рассказывал, как она меняется со временем все? спасибо пожалуйста, вопросы? вот в вашем примере, который вы рисовали на доске где там две галактики раздвинулись одна стоя испустила, другая уже стоя приняла и красное смещение будет во-первых, непонятно, от чего оно будет, если нет ни движения, ни гравитации и сразу второй вопрос в моем понимании, если оно будет, выходит, оно вообще ни о чем не говорит окей так, смотрите не будет движения, не будет доктора например гравитация будет гравитация там просто как бы и понять, ну мне по крайней мере, и визуализовать я думаю всем то есть если вот у вас есть две галактики, да? и есть какая-то динамика расширения вселенной то есть вселенная не пустая то есть всегда можно записать какую-то метрику если уж с термином по сути и относительности говорить то есть свет движется по пространству, которое как-то какими-то массами искреплено, изменено и соответственно, в принципе, есть люди, я буду честен, я не космолог, я это не проделываю есть люди, которые утверждают, в смысле компетентные люди которые утверждают, что всегда можно космологическое красное смещение разложить на сумму доблера гравитационного красного смещения я не уверен, что это так, я поэтому не настаиваю на это утверждение но мне очень нравится понятное вот простым астрофизикам как-е абсолютно правильное, в любом случае, определение космологического красного смещения потому что z плюс 1 равняется a в момент d2 a в момент d1 то есть красное смещение показывает, как растянулась вселенная и совершенно не важно, что еще происходило то есть физический смысл... оно так, потому что оно так да это же математика, там нет физического смысла я думаю, что просто я его недостаточно понимать, чтобы донести вам то есть поверьте, физический смысл там есть ну окей, физический смысл... если вы мне подадите мяч со скоростью v я бегу, встану и ловлю мяч мяч прилетит ко мне со скоростью v нет, речь не об этом, я понял речь о том, что у вас реально... ну вот мне не нравится эта иллюстрация но, к сожалению, у меня ничего лучше не нравится вот эта иллюстрация с растягивающимся пространством растягивающееся пространство повторюсь, это все равно иллюстрация потому что нет никакого абсолютного пространства в физике все равно нужно о метрике говорить но о метрике говорить неудобно, потому что нужно влезать в детали итак, есть растягивающееся пространство оно увеличивает расстояние между двумя любыми физически не связанными объектами фотон в этом смысле сам по себе физически не связанный объект то есть пока фотон бежит по вот этому... вот реально я нарисовал вот такой фотон а потом взял вот эту штуку и раскинул в два раза у меня фотон стал в два раза длиннее это очень физично то есть можно такую иллюстрацию прямо себе представить как раз на смещении показывать что произошло с той тканью мира с той метрикой что произошло с той метрикой в которой фотон двигался вот и вот так растянул а мне кажется, можно я поясню мне кажется, что суть вопроса ответ на вопрос связан с тем, что понятие покоя требует некоторого уточнения две в галактике покоятся в сопутствующей системе координат или в обычной инерциальной системе координат если ее можно ввести если они просто покоятся вот как мы привыкли называть то никакого красного смещения не будет если они покоятся в сопутствующей системе координат то надо иметь ввиду, что пространство расширяется и будет я имею ввиду, что мы можем зафиксировать взять две талантки и определить собственное расстояние между ними а это не зависит от точки наблюдения нет ну то есть реально я попробую я боюсь космолог говорить но тем не менее, мне кажется, что работает такой искусственный прием вот давайте мы надолго создаем такую вселенную, неважно как мы ее создаем так подобрали все поля вот у нас две галактики масштабный фактор какое-то время не меняется вот у нас две галактики с какими-то координатами и масштабный фактор не меняется дольше чем время путешествия света от одной от другой то есть мы реально в этой галактике сидя измеряем гравитацию от этой галактики и измеряем просто по своим приборам что она не меняется в этом смысле ну мне все равно и все как бы стоит и галактика в последний момент испускает фотон а после этого я все отпускаю вот эти координаты не меняются а масштабный фактор стал расти через какое-то время галактики снова встают на другом физическом расставил как принят фотон и в этот момент мы руками опять останавливаем расширение и опять долго ждем пока опять сможем измерить гравитацию и она опять покажет нам что расстояние не меняется и тем не менее фотон нам покажет что вселенная растянула поэтому ну я потом еще пробовал систему отсчета но мне кажется что галактики в данном примере у меня всегда покроются относительно хабовского потока я просто останавливал хабовский поток то есть я перестаю менять глобальный метод все аналог нет если остановить хабовский поток то не будет меня будет нулевой процесс а потом опять включу допустим у меня есть какое-то физическое поле типа инфлатона который появляется исчезает распадается и это ничего не противоречит текущей темной энергии может исчезнуть а потом появится другой какой-то инфлатон вылезет и она опять ускорится то есть я могу антигравитацию запускать в модельные задачи когда захочу в любом нужном количестве то есть у меня будет вещество которое всегда будет тормозить я буду немножко впрыскивать темные энергии которая будет распадаться со временем и я смогу мне кажется сделать вот такую искусственную ситуацию и в этой искусственной ситуации реально в два момента остановки хабовского потока я и спущу и приму степно посредине будет существовать хабовский поток и будет красное смещение но в момента откажется а зачем в этих рассуждениях нужна нужна темная энергия тут можно просто представить себе что у нас есть пустая вселенная то есть безмассовая нулевая реальная плотность и посмотреть те же самые эффекты а в нулевой там ничего там динамик вот ровно да мы тоже сравнивать сопутствующую инерциальную и там все эти эффекты вылезают очень просто то же самое так же как угломерное расстояние будет расстояние в момент изучения все то же самое ну да я понимаю поэтому даже не нужно так это ну наверно мне просто было проще так себе это представить я просто хочу вот заметить я тут как бы продолжить на самом деле противоречие которое на которое на которое обычно обращают внимание заключается в том что мы знаем из курса скольной физики что и расстояние и время идут по-разному в разных системах отсчета а вот здесь вот об этом ничего не говорилось вообще-то говорят это анголянские далеки удаляются далеко в чем здесь дело потому что здесь выбирается такая система отсчета которая заведомо не инерциальная и чтобы и в этой системе отсчета время идет одинаково для всех наблюдателей которые покоятся в этой неинерциальной системе отсчета чтобы это выбрать реально нужно представить себе какие-то часы чтобы они у всех были одинаковые так здесь это самое простое дело давайте моменты времени считать одинаковыми для всех наблюдателей если для них одинаковые постоянные скажем локально вот все вот поэтому здесь можно выбрать очень удачно и время единое для всех наблюдателей и не зацикливаться на том что как по специальной теории относительности далекие водородных объектов время течет медленно здесь этого не нужно но проблема в том что его нельзя наблюдать это вопрос выбора как выбора системы координат так и еще вопрос совсем наивный вопрос берем галактику все расширяется правда что размеры самой этой самой галактики не меняются если галактика не мусорные валюты если это не бречь то да почему потому что это гравитационно связанная система как бы лучше это объяснить я бы сказал что мы записываем уравнение Фридманом о котором вчера говорил мы записываем это для вселенной которая заполнена размазанным киселем да вот есть пространство ну на самом деле оно ровное как оно себя ведет мы задали глобальную метку и там галактики двигаются в соответствии с ней и разбегаются далекие объекты расширяются если мы начинаем помещать связанные объекты если это галактика это гравитационно связанный объект он просто отцепится он создаст вот вот эти краешки галактики они чувствуют саму галактику и не совершенно все равно что вокруг устроена большой вселенной я бы проще объяснил что галактики удаляются друг от друга можно сказать по инерции если так началось расширение по инерции удаляются а если теперь некоторые галактики друг друга скажем сильно притягивают то у них это удаление сначала замедлится потом они начнут сближаться и образуют систему которая будет совершенно наплевать на то что происходит это локально все локально гравитационно связанные другими веревками связанные системы расширяться не будет там нет сил которые могут сообщить скорости направления ну да там более сложная штука из-за темной энергии которую везде теоретически она на малых масштабах не действует темная энергия действует действовать она должна как бы везде ее эффект темной энергии ничтожен до малых масштабов объясните я бы это объяснил все равно почему галактики которые двигаются на встречу друг к другу потому что в той анимации например галактики двигаются вот по такой точке то есть на этой картинке скопления образуются галактики двигаются друг к другу потому что они притягиваются и они все отцепились от расширения и взаимная гравитация важнее чем любые динамические эффекты или с точки в точку с верхним углом даже ну повторюсь здесь мегапарсет скучивает здесь меняется масштаб физически в современных мегапарсетах здесь масштаб меняется поэтому встает вопрос что как бы считать но в принципе вот в такой картине вещество течет по волокну здесь очень плотное скопление сформироваться оно течет по волокну и это может такая одномерная структура иметь размер под 100 мегапарсет но больше структур качественные нет гигапарсет нет если какая-то завитушка на этой картинке со временем примерно сохраняет свои размеры это просто означает что она продолжает расширяться фактически а галактики они будут становиться более компактными и компактными что уже будет просто незаметно на этой анимации